Приветики, с вами Иван Сарамятников, и сегодня у меня небольшой обзор микрофончика Sennheiser XS1. Это вокальный динамический микрофон, и он меня заинтересовал прежде всего ценой. Стоит он в московских магазинах чуть меньше 4000 рублей на март 2020 года. Смотрите этот ролик до конца, чтобы узнать, как выиграть себе этот микрофон Sennheiser. Я сейчас прочитаю с сайта, что тут о нем написано. Значит, со скидкой он даже сейчас 3705 рублей стоит. Ничего себе. Динамический вокальный микрофон, диапазон частот от 55 до 16 тысяч герц, разъем XLR 3 пина. Sennheiser XS1, динамический кардионный микрофон для выступления на сцене и презентации. Это простая и удобная модель, которая отлично подойдет для начинающих вокалистов и тех, кто не пользуется микрофоном регулярно. Как они скромно его описывают. Он обеспечивает чистую, четкую передачу голоса. Звучание микрофона Sennheiser это индустриальный стандарт в своей сфере, и теперь она доступна даже тем, кто впервые держит в руках микрофон. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, явно продукт нацелил на начинающих. И что тут еще? 330 грамм микрофон весит. Стандартный вес, металлический корпус. Есть кнопочка выключения. Что, наверное, удобно бывает на сцене, когда нужно своему гитаристу сказать, чтобы он перестал ложать и играл в правильной тональности. И чтобы этого зал не слышал. Микрофон надежен и долговечен, так что можно не беспокоиться за его сохранность при интенсивном использовании на концертах. В комплекте поставляется держатель для микрофона. Вот он, кстати. И удобный чехол для хранения и перевозки. И я подумал, а не сравнить ли мне этот микрофон с супер популярным Shure Beta 58A, который выбирают на концертах просто хреново куча профессионалов. Для сравнения, все в тех же московских магазинах. Beta 58A, вот этот вот, настоящий, неподдельный, стоит 15300 рублей. Ничего себе разница в цене, да? Ну и тут, конечно, в описании сказано, что это динамический вокальный микрофон. Данная модель, так же, как и другие микрофоны компании Shure, известна своим качеством и чистым звучанием, максимально точным, передающим все оттенки голоса и вокала. Бла-бла-бла, ла-ла-ла. Ну, в общем, не буду скрывать, микрофон популярный. Многие его любят, именно вот эту Beta 58A, за очень разборчивую, четкую, артикуляционную нижнюю середину. Хорошо он прорезает микс и при этом на сцене не заводится. Его можно кидать со всей дури и он выживет. Все побои. И будет работать до последнего. Ну, а что насчет звука? Я решил спеть своим вот таким вот голосом, уж извините, какой есть, я не профессиональный певец, коротенькую песню группы Сплин, Бонни и Клайд. Я буду переключать дубли, так, чтобы вам было понятно на ходу, как микрофон звучит. Обработку я буду делать самую простую, компрессор и немного дилейчика. Так, капелюжечку, пять процентиков. Посмотрим, что получится. Подключаю я оба микрофона в звуковую карту NUX MINI PORT UC2. И в риппере я записал гитарочку. Сам аккорды переоставлял. Никому не говори, как мы умрем. В этой книге между строк спрятан настоящий бог. Он смеется, он любуется тобой. Ты красиво, словно взманхом, волшебные палочки в руках. Незнакомки из забытого мной слом. Мы лежим на облаках, а внизу бежит река. А нам вернули наши пули все сполна. Вы можете проголосовать в Ютьюбе. Здесь вот всплывает на буковке И голосовалка. Какой микрофон лучше? Я же вам скажу свои впечатления. Сенхайзер удивил. Работает хорошо. Четкость прекрасная. Единственное, что в сравнении с бетой. С бетой 58. У Сенхайзера вот этой самой нижней середины как бы не хватает. По низам отдача похуже. Не сказать, что прям плохая. Низы есть. Но такое впечатление, что лучше Сенхайзер XS-1 справится с каким-то женским вокалом или с тенором. Но не с басом-баритоном. Вот. И чувствительность у Сенхайзера чуть-чуть хуже. Но не так, чтобы критично. Все равно чувствительность хорошая. В общем, нормальный микрофон на твердую четверку, по моим впечатлениям. Ну а теперь насчет того, как же себе заполучить Сенхайзер XS-1. Совсем недавно у певицы Аси вышел замечательно анимированный клип «Тени на земле». Если вы успеете сделать до 5 апреля 2020 года свой собственный кавер на эту песню, у вас появляется очень нефиговый шанс стать обладателем прекрасного вокального микрофона Сенхайзер. Все подробности, как обычно, в описании под этим видео. Включаю ссылку на клип «Тени на земле». Ну а с вами был Иван. Смотрите мой YouTube-канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok